В период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 многие жители Тверской области стараются максимально сократить число социальных контактов. Они не выходят из дома, а все покупки совершают через интернет. В то время как большинство денежных операций проводится онлайн, то есть безналичным способом, на ходу выходят банковские мошенники. Пользуясь доверчивостью граждан, они завладевают их средствами. Как обезопасить себя от преступников и какие правила следует соблюдать при обращении с пластиковыми картами, выяснил наш корреспондент. Когда магазины одежды, точки общественного питания и другие места розничной торговли закрыты, на помощь приходит интернет. Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, россиянам настоятельно рекомендуют отказаться от наличных денег, а все покупки осуществлять онлайн. Одновременно с этим активизируются и банковские мошенники, специализирующиеся на окраже денег с пластиковых карт. Жителям Тверской области регулярно поступают звонки о том, что их банковские карты заблокированы. Злоумышленники просят подтвердить реальность перевода в денежных средств, сообщают иную ложную информацию и вынуждают жителей Тверской области переводить денежные средства на различные счета, подключать различные услуги. Вынуждают мошенники, жители Тверской области открывать доступ к своим электронным кошелькам. Один из наиболее свежих примеров преступления, которое было совершено в ноябре прошлого года. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что стала жертвой мошенников. Минционерке на телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что ее сын попал в беду, совершив ДТП. И для урегулирования вопросов потерпевшими ей было предложено, значит, мошенникам перевести денежные средства на электронный кошелек для того, чтобы избежать уголовной ответственности. Значит, введя в заблуждение, злоумышленник заполучил 225 тысяч рублей, которые потерпевшая перевела ему на электронный кошелек. Дабы не стать жертвами подобных жунических схем, граждане, напоминают в МВД, должны максимально внимательно относиться ко всем подобным телефонным звонкам. В первую очередь стоит помнить, что банки никогда не спрашивают конфиденциальную информацию о своих клиентах и не обзванивают их, заставляя выполнять сомнительные манипуляции. В случае поступления таких звонков необходимо сразу обратиться в свой банк, где вы получали банковскую карту, и помнить о том, что банк уже защищает ваши деньги и служба безопасности не обзванивает клиентов с такой информацией. Также не стоит светить данные своей карточки на сомнительных ресурсах и, конечно, никому не сообщать секретный код пластика. Он указан на оборотной стороне карты. А для оплаты покупок онлайн лучше пользоваться неосновной зарплатной картой.